Увеличить поголовье племенного скота, нарастить экспортный потенциал, создать мощную кормовую базу. Эти задачи обсуждали участники первого слета животноводов при Оралье. Спустя два десятилетия он вновь собрал лучших представителей отрасли, ученых и специалистов. Этот импровизированный аул вырос у самого подножия горы Каратау. Полсотни белоснежных юрд встречают участников первого слета животноводов. Он собрал не только лучших представителей отрасли, но и тех, чьи научный подход и инновационные идеи помогают фермерам достигать высоких результатов. Одна из таких идей – создание гидрофонного лога. По словам разработчиков проекта, небольшое устройство может решить проблему нехватки кормов. Наше устройство направлено на стимуляцию роста растений круглый год. Разработка малозатратная и эффективная, предусматривает строительство специальной конструкции. Сегодня мы предлагаем использовать ее в животноводческих хозяйствах при Орале. Регион в целом лидирует по части реализации животноводческих программ Сабага, Кулана и Алтнасах. К слову, в текущем году область вышла из буферной зоны по Пруцеллезу. С Министерством сельского хозяйства подписан меморандум об экспорте 100 тонн мяса крупнорогатого скота. Для этих целей в области построить современный мясокомбинат. Сырьем для него станут племенные бычки. Три года назад из Западно-Казахстанской области в регионе завезли племенных быков мясной казахской породы Акбас. Они прижились и дали породистый молодняк. Бычки элитного класса уверенно набирают вес. Потенциал большой. Говорили участники слета и о необходимости поддержки каракулеводства. В конце прошлого столетия численность каракулевых овец в Казахстане составляла свыше 6 миллионов. Сегодня поголовье сократилось на 70%. Ценную породу сохранить удалось, но пока овцы дохода фермерам не приносят. Одна из главных причин – отсутствие дотации и центров по переработке смушек. На мясо есть дотации, на молоко и шуба тоже. А почему нет дотации на каракуль – непонятно. По моим подсчетам, за каждую шкурку запитого ягненку нужно выплачивать фермеру до 4000 тенге. Только такая поддержка позволит поднять эту отрасль и успешно развивать ее. Слет стал не только платформой по обмену опытом. Чабаны обсудили уроки прошлого, задачи на перспективу наградили передовиков отрасли. То и по традиции продолжили национальные игры и праздничный концерт. Райхан Тажбаева, Альхайдар Турлханов, Руслан Айтмамбетов, Казлардинская область.